Доброе утро! Доброе утро! Сегодня к вам не будет ни отелей, ни особой информации по курортам. Это отдельные презентации, мы с вами их часто слушаем наверняка и отдельно еще что-то проведем. Я хочу вам раскрыть немножечко глубже наше самое любимое направление. Это провинция Каталония, массовый туризм с Украины непосредственно здесь. Вот мы прилетаем в Барселону и далее выбираем курорт по душе, отдыхаем, путешествуем. В принципе, Испания сама по себе, мы хорошо знаем, что это направление, где много путешествуешь. Чаще всего туристы, когда прибывают на побережье, дай бог, чтобы помочили ножки в первый или в последний день, но в большинстве случаев спрашивают про экскурсии и путешествуют. Такие соблазны в Испании, ну в любой части Испании, попутешествовать, это, наверное, ключевое, что вызывает яркие краски у Испании и, в принципе, желание вернуться в Испанию еще не один раз. За 20 лет работы с Испанией могу вам сказать, что, конечно, потенциал Испании огромен. И сегодня я хочу вам открыть непосредственно то, с чем мы много-много работаем. И кажется, что мы уже знаем про Каталонию и все-все-все. Но, тем не менее, есть такие уголки, где даже если групповые экскурсии не осуществляются, есть индивидуальные экскурсии, вот, можно это заказать у гида или взять машину на прокат, поехать посмотреть, это участие Испании, доброе утро. Вот, или купить билет на общественный транспорт и отправиться в эти укромные уголки Каталонии, куда-нибудь в совершенно нетронутую природу и провести время там. Это тоже большой потенциал и возможности самой Каталонии. Вот, посмотрите, пожалуйста, на этот слайд, я специально поместила, чтобы показать вам, что Каталония по своей природе тоже очень уникальна. Вот такие необыкновенные каньоны рек в горной гряде, вот эти ландшафты, горы Пиренеи, луга, поля, где вот точно так же пасутся коровы, вот, необыкновенные красивые просторы с самых высоких точек гористой местности в сторону моря. И вы видите, что вот она совершенно другая, вот такая зеленая Испания, как я обычно люблю говорить про северные части Испании, а здесь, оказывается, это все есть в Каталонии. Надо же, да? А вот мы с вами еще посмотрим, что еще необычного и красивого есть, и где можно вдохновиться Каталонией и найти вот эти вот, как говорится, краски, добавить желание поехать в Каталонию самого требовательного туриста. Ну, конечно, начну... Доброе утро, доброе утро, мои дорогие коллеги. Начну, конечно же, повторю, что есть в Испании. Повторю, конечно, о том, что, конечно же, изюминкой самой Каталонии является Барселона с ее уникальной архитектурой, да? И здесь не только архитектура Гауди и всеми известная Саграда Фамилия или какие-нибудь Касса Мила и так далее, вот. Вот, но и в том числе архитектура других архитекторов, своеобразные постройки, структурирование самого города, да? Вот. Помимо Рамблы, всеми известной улицы пешеходной, которая начинается с портовой части города и уходит как бы вглубь перпендикулярно, променадная улица, да? Помимо площади Каталонии, которая фактически вот здесь вот расположена сразу за Рамблой, чуть буквально вправо вы выходите на Пассео-де-Грасе, огромная, огромная-огромная улица, где есть возможность полюбоваться необыкновенно красивыми зданиями, расположенные непосредственно на Пассео-де-Грасе, вот такая променадная улица, где очень много магазинов и шоппинга, ну, магазинов самых известных брендов, самая, наверное, популярная и самая дорогая улица Барселоны. Хочу вот немножечко показать вам Барселону с точки зрения вот такого пляжного отдыха, да? Когда мне говорят пляжный отдых в Барселоне, ну, ребята, давайте говорить честно, в самой зоне вот этих, где расположен пляж, это городские отели, они через дорогу, и тариф на эти городские отели чуть выше, чем эти отели по стоимости на побережье, да? То есть нужно этот момент учитывать. И задавать вопросы туристам, если они вдруг заказывают у вас желание разместиться в зоне пляжа, обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта вот пляжная зона, она немножечко расположена в сторону от готического квартала. Вот. То есть если мы смотрим на карту со стороны моря, то это получается вправо. И, соответственно, добраться в центр, в зону вот такой, как бы, туристическую, да, необходимо приложить усилия. Стоит ли это делать специально туристам, когда в самой части, центральной части Барселоны достаточно много отелей, где есть возможность разместиться? Если у туристов возникло желание побывать на пляже, ну, согласуйте с ними, сколько раз они собираются это сделать? Один раз за поездку или это прям запланировано, что они будут на пляже и пару раз в центр сходят, да? Поэтому, ну, тут такие маленькие тонкости, я вам же расскажу непосредственно про размещение в Барселоне. Дальше. Конечно, наши туристы хорошо знают, и, надеюсь, и вам это знакомо, о том, что есть мужской действующий монастырь в горах, Монцеррат, Черная Мурена, Святая Мадонна, которая потемнела. Это монастырь, который действует. Здесь по утрам поет хор мальчиков, то есть если получится, попадется возможность послушать, конечно, это удивительно. Здесь загадывают желания, говорят, они исполняются. Мы видим, что монастырь расположен в горной гряде Монцеррат, и эта горная гряда расположена за Барселоной. То есть, другими словами, где-то там вверху, если подняться на высокую точку, мы с вами увидим саму Барселону, увидим море. Вот. Достаточно уютное, спокойное место, безусловно. Здесь есть возможность послушать, попробовать вино местного изготовления монастырского, сходить в музей, подняться на фуникулёре, посмотреть эту местность. Дальше, вдоль горной гряды, не прямо вот в этой части, где сам монастырь, а вот вдоль горной гряды есть дорожка, на которой расположено очень много архитектурных сооружений и статуй. То есть, довольно-таки уютное, живописное место. Если знать, как туда спуститься, можно пройтись, прогуляться, и вы увидите совершенно другой Монцеррат, какой-то аутентичный, где прогуливаются сами монахи, наверное, задают себе извечный вопрос о жизни и так далее. Вот это интересное место тоже для посещения, и туристы это тоже очень любят. Далее. Помимо этого, давайте посмотрим, что у нас ещё есть. Ну, конечно же, одна из любимых экскурсий – это музей Сальвадора Дали, вот знакомство с его искусством. И далее такая экскурсия чаще всего совмещена с посещением Жироны. Жирона – это одна из столиц провинции, столица Каталонии. И, конечно, честно вам скажу, вот это вот совершенно другая, аутентичная атмосфера, еврейский квартал, мощёные улочки. Вы видите, это совершенно другая архитектура, не похожая на принятую всеми архитектуру испанскую. Своя особенность и аутентичность, вот этот канал, ну, и зона кафедрального собора, безусловно, вот то, что влияние испанского безусловно присутствует. Жирона оставляет очень яркие впечатления. Это просто краски такие достаточно яркие, и здесь туристам даётся время ещё проходить, самостоятельно погулять. Есть возможность зайти в магазины, учитывая, что это всё-таки столица, провинция Жирона и столица Жирона. Здесь достаточно хорошие, интересные бутики, и чувствуется какая-то такая своя особенная атмосфера. То есть, уверяю вас, очень много раз я слышала приятные отзывы о том, что помимо того, что сам город очень удивительный, людям удаётся сделать очень хороший шопинг. Дальше. Хочу вам рассказать, безусловно, и упомянуть, да, я говорила о том, что я сегодня не буду особо говорить про курорты, но есть городки, которые оставляют на побережье, да, оставляют такие яркие впечатления и такую любовь на всю жизнь, что туда хочется вернуться. И сегодня я назову такие бриллианты побережья Каталонии. Вот Тоса де Мар, наверное, один из таких бриллиантов. Это старая часть города, мы видим крепость, возможность прогуляться здесь вдоль крепостных стен, старая часть города, улочки мощёные, вот, много ресторанчиков, да, и вот такие живописные места, ты когда поднимаешься на вот эту самую высокую точку крепости, есть возможность увидеть всю бухту, вот о её красоту, и забегая вперёд, скажу вам вот эта вот фотография вторая, да, что я специально её оставила, чтобы у вас сложилось впечатление. Смотрите, пожалуйста, вот это всё побережье Коста-Браво, вот они изрезанные, красивые, скалистые берега, Коста-Браво, берег смелых, в переводе с испанского, вот, необыкновенная зелень, огромные, красивые сосны, лопаты вдоль берега, вот, ну, наверное, берег смелый, потому что, смелый, потому что не каждый смелый человек прыгнет с такой скалы в море, да, ну, тем не менее, вот эта вот атмосфера, вот, она характеризует, само название очень характеризует саму часть вот этой Каталонии, зелёной Каталонии вдоль побережья, и вот Коста-Браво, если вы помните, расположена севернее Барселоны, то есть, ближе к Франции, гонится с Францией, вот это и есть Коста-Браво, вот такая она красивая, и сегодня я вам покажу ещё не одну картинку по этому поводу. Дальше. Ещё момент. В списках экскурсий есть ещё очень удивительная экскурсия, которая называется Бесалу плюс Рупит. Вот сейчас я вам хочу показать Рупит. И это деревушка, которая расположена в горах, в Перемеях, туда необходимо добраться, ехать туда часа, наверное, два. Вот. По дороге делается остановка у скалистых берегов, в горном ущелье, на одной из высоких точек, расположена церквушка, Дальпоинт, где есть возможность сфотографировать необыкновенный каньон, и, в принципе, само место очень просто божественное, потому что внутри церкви создаётся впечатление полного спокойствия, единение вот такое с природой, когда ты понимаешь, что ты находишься в облаках, необыкновенные красивые такие просторы, вот, и ничего больше, да, то есть ты находишься в единении сам с собой, вот как бы по дороге в Рупит, мы заезжаем в такую церквушку в горах, и что такое Рупит? Это, по большому счёту, деревушка, которая славилась большим количеством ведунь, да, у нас, не хочу применять слово ведьмы, да, потому что в Средневековье очень много было женщин, которые владели какими-то знаниями, вот, и во время в Средние века, к сожалению, очень большая часть этого селения пострадала и была сожжена, вот, потому что заживо, да, инквизиции, ну, в качестве борьбы, да, как против, против такого формы жизни, поэтому Рупит очень интересный городочек, он практически сохранил свою аутентичность, к сожалению, эти фотографии не покажут, ну, невозможно, нужно три слайда делать, чтобы показать, насколько интересен сам по себе Рупит, вот эти мощёные улочки, плотно построенные домики, вот, ну, мы попали в этот город, когда была непогода, вот, и вот эта вот дождливая атмосфера создала какое-то вот особенное унедённое состояние и присутствие в этом месте, и вот эту вот какую-то сказочность, этого города, поэтому, вот, обращаю на это внимание, очень интересное место для того, чтобы предложить туристам, ну, находясь на побережье, отправиться на такую экскурсию групповую, индивидуальную, и вот этот городочек Рупит совмещен с ещё, с посещением Бесалу, вот такой город-крепость, уже более современный, мы видим с вами, чуть постарше, то есть уже, насколько я помню, 15-16 век Бесалу по истории, это необыкновенно красивые улочки средневековые, которые, в которых вот всё красиво влилось, и современные магазинчики, и сувенирные лавки традиционных ремесленных изделий, и ресторанов, вот, и какие-то красивые пейзажи, и всё это в пастельных тонах красиво, вот средневековая крепость, город-музей фактически, где есть возможность вот тоже полюбоваться и сделать очень красивые селфи, пройтись, пообедать, посидеть, попить кофе, довольно-таки атмосферное место. Что ещё предлагаем? Когда мы находимся на побережье, групповой экскурсии сюда нет, я хочу обратить ваше внимание, помните, когда мы говорим про Францию, мы говорим о Провансе чаще всего, да, мы говорим, ой, Прованс, как красиво, какие интересные, аутентичные городки есть, селения в Провансе и так далее, какие нужно сделать живописные совершенно фотографии, я хочу сегодня вам показать, что в самой Каталонии тоже есть вот такие уникальные, совершенно уникальные селения, городочки, где замечательно можно провести время, и вот один из таких городочков, это городочек, который называется Палс, да, деревушка, наверное, всё-таки больше, вот, вот, и, конечно, вот в таких вот деревеньках, помимо того, что ты, ощущение, что ты попадаешь в эту атмосферу средневековья, у тебя есть возможность провести, посидеть время и покушать местную кухню, мне повезло, что мне показали, вот, зайди вот непосредственно в этот ресторан, и ты почувствуешь вот эту атмосферу, когда ты заходишь в ресторан, где сидят одни испанцы, и вот эта местная аутентичная кухня, атмосферная, ну, ощущение, что ты попадаешь действительно совершенно в другую Испанию. Ну, про кухню я ещё чуть-чуть немножко позже расскажу, но вот хотела обратить ваше внимание на вот такие уникальные совершенно деревушки в самой Каталонии, и здесь уже поверьте мне, взяв машину на прокат, путешествуя в каждую деревушку, если ты заедешь, ты найдёшь что-то уникальное, интересное и аутентичное. И хочу вам ещё, сейчас я прохожусь как раз по верхней части Каталонии, то, что в районе Жироны, побережье Коста-Брава, Коста-де-Барселона, сейчас я продолжу и хочу вам рассказать о том, что посмотрите, пожалуйста, когда мы путешествуем, конечно, возникает желание, а что бы ещё такое интересное увидеть можно, находясь на отдыхе, Эмпурия Браво не включена ни в групповые, наверное, с гидом индивидуально мы сюда могли бы съездить и заказать такую экскурсию. Как вариант можно взять пилет на автобус и съездить с того же Лерон де Мара в Эмпурию Браво и посмотреть вот такой уникальный городочек, можно сказать, Венеция испанская, кто знает, это место очень любят и сюда возвращаются, потому что вы видите абсолютно солнечный, благодаря вот этим каналам абсолютно солнечная красивая светлая атмосфера непосредственно здесь, вот, прогуливаясь по улочкам, практически попадаешь совершенно в другую атмосферу. и казалось бы, что это Испания, да, это Испания, это Эмпурия, Браво, и это Коста Браво, друзья мои. Вот, конечно, опять же, и даже в этом городке есть очень уникальный красивый ресторан, где можно атмосферно посидеть, и я бы сказала, даже респектабельно, вот это какой-то такой уникальный воздух, атмосфера непосредственно самой Эмпурии, Браво, она дает возможность ощутить себя где-нибудь на южном побережье Франции, поверьте мне. Дальше, Пиратоляда, еще один такой аутентичный городочек в зоне горной гряды, чуть дальше от побережья, в районе Переней, со своей атмосферой и уникальностью, и яркими красками, как вариант, тоже можно отправиться, взять машину на прокат, взять билет на автобус и отправиться туда, или заказать индивидуальную экскурсию у гида. Теперь хочу немножечко открыть вам курорты, которые, ну, только знающие туристы или турист любознательный спрашивают такие курорты, к сожалению, они расположены чуть дальше Люрет-де-Мара и Тоса-де-Мар, если вы помните с аэропорта Барселоны в Тоса-де-Мара где-то около часа езды, даже больше, вот, то Плая-де-Ара, Сагаро, Сан-Филю, Кадакес, все это по большому счету уже совершенно другая Каталония, то есть Коста-Браво, она, вы помните, да, чем дальше от Барселоны, тем более изысканные какие-то уникальные пейзажи в этой части Испании, и иногда туристы спрашивают, особенно Плая-де-Ара, Сагаро, Сан-Филю, потому что здесь, ну, наверное, как бы туристическое время остановилось, потому что вот какая-то своя уютная атмосфера, свои клиенты, которые знают, как красиво в этих местах, здесь нет активного, шумного, туристического такого отдыха, здесь спокойно, релакс-оттых, есть пятизвездочные отели, вот, есть отели, можно сказать, которые расположены прямо в красивой бухте, среди сосен и совершенно такая другая, другая совершенно атмосфера, Коста-Браво, она другая, вот, поэтому обращаю ваше внимание, что даже вот взяв билет на автобус, можно отправиться с Леурет-де-Мара попутешествовать вдоль побережья и посмотреть эти красивые городочки тоже возможно, но если помните, мы говорили о том, мы уже, мои коллеги говорили, я рассказывала на вебинарах о том, что с Барселоны ходит электричка, да, она идет вдоль побережья, вдоль Коста-де-Барселона, доходит до городка, который называется Бланос, и потом резко сворачивает в сторону Жироны, Жиронов я уже вам только что упоминала про этот столичный город этого региона, вот, и вот получается, что вот эта вся северная Испания, она, как бы, туда можно добраться автобусом, да, то есть нет возможности электрички добраться или доехать до Жироны, а Жироны уже отправятся на автобусе, как вариант тоже возможно, поэтому, ну, массового туризма сюда, к сожалению, нет, во-первых, потому что по трансферу далеко, во-вторых, и экскурсии оттуда уже сложнее проводить, но вот самостоятельно размассившись где-то на побережье Коста-Браво, можно взять билет на автобус и отправиться провести время, посмотреть вот эти обыкновенные пейзажи вдоль моря, вот, вот, и вы задаете мне вопрос по поводу полетов с Украины, уважаемые коллеги, мы пока ничего не снимаем, у нас все, что запранировано в Барселону, сейчас пока по расписанию, объясню, почему, официально офис по туризму Испании, и министерства, правительства Испании пока не ставят жестко рамок касательно сроков приема туристов, как только это будет объявлено, соответственно, мы будем принимать меру, пока у нас все по расписанию, вот, ну и конечно мы с вами еще смотрим что у нас происходит, какой у нас карантин в Украине, и когда мы сможем сами вылетать уже за границу, поэтому, ну, давайте следить за новостями, я надеюсь, что у нас с вами сезон еще состоится, вот, наши туристы попутешествуют, и сегодня я вот как раз хочу увести вас от вот этих разговоров, а что там с туризмом и как быть, друзья мои, все будет хорошо, и я хочу показать вам эти краски, чтобы у вас было впечатление, и понимание, что вот она другая совершенно Каталония, тут столько, столько пазлов, столько, столько складывать картинку о Каталонии, вот, и я думаю, что будет еще желание вернуться не один раз у туристов, и, ну, вопрос времени, скажем так. Хочу вот вот этот момент показать, порт Боде, Калелия, да, помните, есть Калелия на Коста де Барселона, побережье, которое возле Барселоны расположено, а это порт Боде Барселона, и вот такая совершенно интересная, аутентичная рыбацкая деревушка, вот, атмосферная, это тоже побережье Коста-Браво, вот, поэтому, пожалуйста, любуйтесь и наслаждайтесь. Ну, и раз я продолжаю разговаривать об вот этой северной части Каталонии, о побережье Коста-Браво, и, конечно, не могу не зацепить, мои дорогие друзья, еще раз упомянуть про горы, про Пиренеи, мы с вами привыкли считать о том, что когда зима, мы прилетаем в Барселону, едем в Мандору кататься, но в Испании, в самой Каталонии есть достаточно много горнолыжных курортов в Пиренеи, где можно провести замечательно горнолыжный отдых. Я назову вам всего два самые популярные, другими загружать вас не буду, потому что это отдельная история, возможно, если у нас будут большие-большие планы по горам вот этой части Испании, то я тогда сделаю отдельный вебинар по Пиренеям Испании. Сегодня хочу сказать вам, что в двух часах езды от Барселоны есть горнолыжный курорт, который называется Ла Мулина. Смотрите, какое интересное место, достаточно хорошие, широкие трассы, есть, вот видите, ночное катание. В Ла Мулина отправляются кататься сами испанцы в выходные дни, здесь, наверное, особенно активно, но по большому счету любой турист, который хотел бы разместиться и покататься где-то в районе Барселона, Ла Мулина рекомендует тоже обратить внимание и предлагать туристам. мы работаем над этим, чтобы предложить такое направление в этом году, вот, если получится, следите, пожалуйста, за рассылкой, мы обязательно еще проинформируем, но в индивидуальном порядке, пожалуйста, для всех туристов, кто хочет вот такое что-то необычное об Испании, ну и опять же, да, это изюминка, которая дает возможность что-то предложить особенное вашим туристам и проработать с вашим туристом индивидуальный тур, вот такой уникальный, вот, Ла Мулина отличный вариант. Ну и еще следующий курорт, который называется Бакейра-Берет, он расположен тоже в Перенеях, но еще дальше, вглубь горной гряды, вот, и в районе Бакейра-Бемерет еще около четырех или пяти станций горнолыжных, ну, Бакейра-Берет самый популярный, это курорт, где катаются сами короли Испании, вот, и есть совершенно уникальные, аутентичные ресторанчики, замечательные гостиницы, их тоже достаточно много, и этот Бакейра-Берет даже крупнее, чем Ла Мулина сам по себе, хорошая инфраструктура, единственный момент, что, конечно, по горной гряде, когда ты едешь, тебя немножко укачивает, но этого стоит, потому что, когда ты попадаешь в Бакейра-Берет, ты попадаешь совершенно в аутентичную Испанию, горнолыжную такую, уникальную, да, и действительно, здесь большие просторы для катания. Бакейру-Берет рекомендую как и для новичков, так и для тех, кто очень хорошо катается. Дальше, и раз я уже зацепила вот эту зону Бакейра-Берет, горной гряды, хочу вам рассказать про вот этот регион, который называется Вальдаран, вот, кто подписан на меня в Фейсбуке, наверное, видел, я иногда пощу Вальдаран, я очень люблю это место, это как раз то, что можно сказать провинция испанская, уникальность в том, что здесь практически сохранились аутентичные и традиции, и культура, и постройки вот эти испанские средневековые, вот, это те места, которые практически не зацепили влияние арабов, поэтому, когда ты попадаешь в эти деревушки, в эти городочки, ты видишь совершенно другую Испанию, и опять же, это все Каталония, друзья мои, ну и вот столица вот этой провинции Вальдаран, это Лейда, мы видим с вами крепость, старую часть города, скажем, дворец княжеский, это все вот совершенно другая Испания, и она тоже присутствует, мы мало просто знаем об этих провинциях, но тем не менее, побывать, купить билеты, съездить в Лейду, я тоже очень рекомендую. Ну и теперь мы с вами перебираемся южнее Барселоны, и я хочу вам показать вот эту зону Коста Дорады. Вот этот городочек Сиджес, он расположен на побережье Коста Де Гарафа, это можно сказать один из первых коротков после Барселоны южнее. Вот в чем уникальность этого городка? Знаете, атмосфера самого города у моря, да, это красивейшие мощеные дома, белоснежные, все это розовые крыши, к сожалению, эта фотография не передает, не передает картинку, насколько Сиджес красив, вот, абсолютно белоснежный, красивый город, здесь достаточно много гостиниц, конечно, они больше класса городского, чем пляжного, но это город моря, вот, его очень любят для посещения, для отдыха меньшинства, поэтому, наверное, я не рекомендую прям в семейный отдых сюда отправляться, но если есть возможность взять билеты из Барселоны и съездить в Сиджес, посмотреть городочек, то очень рекомендую сюда отправиться, провести время, здесь тоже останутся самые яркие краски, впечатления о Испании. Дальше, Тарагона, мы с вами говорили, наверное, в других вебинарах, вы слышали о том, что есть еще одна провинция в Каталонии, это Тарагона и столица этой провинции Тарагона, да, это бывшая столица римлян на территории Испании, вот, поэтому влияние римлян здесь практически сохранилось, атмосфера пребывания римского периода в самом городе, полуразрушенный римский амфитеатр, вы видите, под открытым небом, и все это на фоне открывающейся пейзажа морского, мощеные улочки, кафедральный собор, небык, на самом деле соборов в самой Тарагоне очень много, разных конфессий, вот, помимо этого интересно заглянуть в какой-то там старый университет, есть часть города, где расположено много шопинг-центров, поэтому туристы, которые отдыхают на побережье Коста-Дорадо, могут отправиться в Тарагону на шопинг, не обязательно ехать в Барселону, с той же Лапинеды, по-моему, буквально 15 минут езды, это совершенно рядышком, вот, и Тарагон, наверное, один из ключевых курорт, городков, которые, вот, рекомендую, отдыхая на Коста-Дорадо, отправиться провести время. Конечно, когда туристы располагаются и проживают на Коста-Дорадо, южная часть Каталонии, да, чаще всего в основной момент это посетить Порт-Авентура, это одно из ключевых моментов, это целый парк аттракционов для взрослых и детей, и нравится то, что последние годы Порт-Авентура все расширяет и расширяет свои возможности. То есть сам парк развлечений поделен на шесть тематических зон, это Средиземноморье, Полинезия, Мексика, Китай, Дикий Запад, вот, сейчас добавлено Феррари-Лэнд, вот, и на территории Порт-Авентуры есть отели, которые расположены прямо здесь, то есть проживая в отелях Порт-Авентура, можно неограниченно посещать сам Порт-Авентура и с какими-то ограничениями аквапарк, который есть тоже на входе в Порт-Авентура. Вот такой момент для отдыха. И хочу еще вам показать, что располагаясь на побережье Коста Дурада, может и не только, она в Каталонии, можно отправиться южнее на дельту реки Эбре. Здесь находится национальный заповедник и посмотреть, просто полюбоваться природой, в том числе фламинго. Еще момент. Вы помните, я говорила о том, что на побережье Коста-Браво есть такой Тоса-де-Мар, довольно-таки красивое место, куда стоит возможно отправиться. Для меня на Коста-Дураде очень любимое место это Камбриус. Это бывший рыбачий городочек. Здесь есть вдоль побережья гостиница, мы с вами это предлагаем и это и работаем с этим. Но в самом городке в Камбриусе тоже очень атмосферно. Вот это береговая линия, портовая зона. Здесь можно замечательно провести время, посидеть в ресторанчике, покушать морепродукты свежие, выловленные в Камбриусе. Поэтому и сама атмосфера городка, она очень такая приятная. Отдых для души. Поэтому Камбриусе рекомендую, даже если туристы разместились в другом каком-то городке, отправиться в Камбриус просто провести здесь время замечательно. Обращаю ваше внимание, что на побережье Коста-Дорадо есть городок Реус, здесь расположен аэропорт. Это для тех туристов, кто хочет, конечно же, прилетать сюда, но, к сожалению, чартери сюда не летают. Но сам городок Реус интересен тем, что он очень красивой атмосферен, средневековый, и в Реусе родился Сальвадор Далин, здесь, ой, извините, Антонио Гауди. И само, в самом городке расположен музей, поэтому помимо того, что ты с удовольствием пройдешься и прогуляешься по этим мощеным улочкам, по Сапареусу, впитаешься атмосферой самого города, очень рекомендую заглянуть в музей, посвященному архитектору. Что еще? Хочу несколько слайдов добавить вам общих красок по поводу самой Каталонии как таковой, да, мы говорим про активный отдых иногда, да, туристы спрашивают, а что можно еще, как можно провести время, и когда мы работаем с вами с групповыми заказчиками, да, с корпоративными клиентами, возникает необходимость еще, возможно, как-то провести время, чтобы это было интересно заказчику и всем, кто путешествует с ним. Мы привыкли, мы знаем о том, что есть Формула-1, да, и в районе Барселоне, в городке Монт-Мело, это чуть выше Барселоны, расположено место, где проводится Формула-1, вот, сюда нужно заказывать групповые экскурсии, то есть отправиться, возможно, даже заказать, то есть посмотреть, как тренируются гонщики, да, а есть возможность даже заказать какие-то уроки вождения или отправиться самому покататься за дополнительную плату вот здесь, в Монт-Мело, тоже возможно. Ну, а если мы говорим про активный отдых с точки зрения там, дискотек, баров и так далее, понятно, что самым ярким данной ситуацией будет Барселона, здесь очень много баров, ресторанов, активного отдыха, и город живет аж до самого утра, но на той же побережье Коста-Браве есть Леурад-де-Мар, это место, где есть возможность активно провести время, на Коста-Дораде это будет Салоу, городочек, да, поэтому рекомендую вот обратить на это внимание, активный отдых тоже здесь возможен. Ну, и, конечно, когда чаще всего корпоративные клиенты это спрашивают, возможно, организовать какой-нибудь рафтинг, регаты, серфинг, теннисные соревнования, гольф, полей очень много на побережье Коста-Брава, Коста-Дорадо, то есть в самой Каталонии, вот, отправиться на велогонки где-нибудь в горы, это тоже возможно, очень распространено экстремальный туризм, да, это где-нибудь отправиться повисеть на канатных дорогах где-нибудь, да, вот такие соревнования или, скажем, укрепляющие командный дух программы на Коста-Браве, Коста-Дораде тоже есть, даже больше на Коста-Браво здесь подходит, вот, поэтому туристам пожалуйста предлагайте, ну и немножечко в заключении хочу еще пару фраз сказать вам непосредственно в целом о том, что мы привыкли видеть и считать, что ограничиваться групповыми экскурсиями на побережье, но тем не менее очень много экскурсионных туров, которые начинаются с самой Барселоны практически все, да, то есть и они включают в себя какие-то там большие или малые круги по Испании, к примеру, можно отправиться с Барселоны в Валенсии, Валенсия, Гранада, Севилья, Кордоба, Мадрид, Толедо, Сарагоса, Барселона, то есть сделать большой круг по Испании или с Барселоны отправиться более малый круг, то есть не заезжая в южную часть материковой Испании, где Ангалусия, а посетить Валенсия, Мадрид, Толедо, то есть малый круг не более, ну скажем, не настолько насыщенный с точки зрения движения, переездов, с самой Барселоной это все совмещается, отправляются или на север Испании есть экскурсии, с Барселоной можно совместить экскурсионные программы отправиться где-нибудь во Францию и даже захватить Италию, вот посмотреть две страны, но, конечно, рекомендую прежде всего насытиться вот такими экскурсионными турами, которые включают саму Испанию как таковую, потому что эти яркие краски, впечатления, тот же календоскоп впечатлений от Ангалусии оставляет самые яркие краски на всю жизнь, поэтому рекомендую. Ну и на что делаю акцент? На то, что историческое наследие самой Испании, оно огромное, и в той же Каталонии есть, что аутентичное и в том числе историческое наследие, да, мы знаем, что это Саграда Фамилия, работа Антонио Гауди, вот, поэтому есть, есть чем насладиться в Каталонии в том числе. Ну и сама Испания, это сплошной праздник, это карнавалы, Раюс Католикас праздник, Сан-Куан, типа нашего Ивана Купала, какие-нибудь сиесты, вот, всевозможные мероприятия, поэтому все это добавляет ярких красок. Ну а если мы говорим с вами о том, чтобы сходить вечером посмотреть Фламенко где-нибудь в Барселоне или на побережье, это добавляет только яркие краски, безусловно, на всю жизнь. Так, ну про любознательных я сказала, что это экскурсионные туры, и хочу немножечко сказать вам про кухню. Ну, мы привыкли, да, и мы знаем о том, что какие-то основные продукты, типа паэльи, плов с морепродуктами, в каждой провинции паэлья своя, вот, аутентичная, поэтому рекомендую даже внутри Каталонии попробовать в любом месте паэлью, и вы увидите, что она совершенно другая, в своих традициях приготовленная, вот, тот же хамон, всевозможные закуски тапосы, вообще это целая традиция в Испании, заходить в бары, выпивать бокал вина, и закусочки вот такие миниатюрные, тапосы, это тоже предлагается, чаще всего даже бесплатно хозяева угощают, вот, и что хочу обратить ваше внимание, знаете, мне повезло, лет 10 назад меня приглашал офис по туризму Каталонии, приглашал в такой большой гран-тур по Каталонии, мы катались, смотрели Каталонию, и нас возили по ресторанам. Уверяю вас, мы привыкли видеть вот эту национальную кухню Испании, но я хотела бы поменять стереотипы и сказать, что в Испании и в самой Каталонии, именно в Каталонии, даже в горах есть рестораны Мишлен, супер высокой кухней, с самым требовательным подходом к таким клиентам, которые, казалось бы, уже ничем не удивить, и для меня сейчас испанская кухня, она более глубокая, чем просто вот то, что мы привыкли называть и предлагать, вот, поэтому, если у вас такие требовательные туристы, очень рекомендую, возможно, гуглить, вы можете у меня спрашивать, интересоваться, в какой интересный ресторан можно заглянуть, и в крайнем случае я у партнеров уточню, вот, потому потому что вот особенности кухни и молекулярные в том числе в Каталонии очень много, вот, Каталония поменяла у меня все отношения к испанской кухне, уверяю вас, потому что совершенно, совершенно другое, изысканное, уникальное, еще и в таких вот ресторанах уровня Мишлен, и особенно, когда это вот где-то далеко-далеко в горах, ну, поверьте мне, ты понимаешь, что, ого, я не все знал о Каталонии, да, вот, ну, и, естественно, огромное количество вин, и в Каталонии есть свои марки, обычно групповые экскурсии включают сюда посещение местных каких-нибудь винных заводов, возможность подегустировать, оценить вино каталонское, возможно, даже отправиться где-то в глубинки самой Каталонии, вот, такие экскурсии тоже предлагаются, ну, здесь я оставила информацию общую о самых известных марках и брендах, ну, и подвожу итоги, да, мы с вами сегодня услышали о том, что вдоль побережья Коста-Брава достаточно много мест, где можно проехаться, провести время, Коста-Брава, берег смелых, вот эти вот фотографии, картинки, и вот третья фотография, это Люрет-де-Мар, самый популярный курорт Коста-Брава, Далее, у нас с вами есть Коста-де-Барселона или еще, как мы знаем, Коста-де-Маресме, это курорт, который идет от Барселоны до Коста-Бравы, вдоль побережья проходит электричка, это такие курорты, ну, можно сказать, относительно молодые по сравнению с Коста-де-Бравой, вот, потому что есть та же Санта-Сусана, она достаточно Малый Град-де-Мар, это курорты, которые более молодые по сравнению с другими, где более современные, ну, свежие отели, да, вот, ну, кстати, большое внимание, хочу обратить ваше внимание на то, что очень многие отели, хотельеры, сетевики активно проводят конструкции, вот, это отдельные вебинары, вы, наверное, это слышали от моих коллег, когда мы с вами разбираем более детально про какие-то сети отелей, сегодня у меня нет такой задачи, сегодня я хотела вам просто рассказать про вот такую особенность Каталонии, какая она красивая. Их Коста-Дорадо, да, это южное побережье, золотое побережье, большие песчаные береговые линии и ее курорты, и совершенно другая, вот, уже не скалистая, более равнинная, Каталония, и тоже достаточно популярная в качестве отдыха, Коста-Дорадо. Вот, ну, подвожу итоги, все, что хотел рассказать в 30 минут, вы видите, не получилось, вроде бы каждый слайд по чуть-чуть, но занял больше времени, вот, есть ли у вас какие-то вопросы, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, сложилось ли у вас впечатление о Каталонии? Так, спасибо большое, спасибо за внимание, надеюсь, Мария, да, обязательно меня увидите, вы, наверное, я буду рада, конечно, в любом случае, даже если вы меня не видите, пожалуйста, звоните ко мне, я всегда открыта, я всегда готова помочь, разобраться, возможно, что-то подобрать особенное, вот, даже если где-то есть ограничения касательно звонков, все равно просите соединиться с Светланой Курчей, я вам всегда помогу, что-то посоветую, особенно, когда это какой-то сложный маршрут, я занимаюсь сейчас особенно активно индивидуальным туризмом в Испанию, и разрабатываю, конечно, не только Каталонию, но и всю Испанию, все-таки 20 лет занимаюсь этим направлением, и когда возникают какие-то особенные потребности у туристов, очень люблю такие запросы, поэтому обращайтесь, проработаем что-то уникальное и интересное. Спасибо большое за внимание, я желаю вам хорошего сезона, я надеюсь на то, что мы с вами еще поработаем в этом году, не падаем духом, и смотрим на жизнь с оптимизмом. И спасибо моим коллегам, сейчас напоминают, что в 14.00, уважаемые коллеги, у нас сегодня будет уникальный вебинар, мы сегодня будем с вами разговаривать про Азербайджан, офис по туризму Азербайджана расскажет нам о стране, о традициях, о изюминках страны, о потенциале, будет представитель Котельер, который расскажет о своей сети, поэтому, пожалуйста, будем рады видеть вас и слышать вас в 14.00. Присоединяйтесь, пожалуйста, уникальное направление, и оно уже у нас на сайте есть, можно сказать, осталось только воспользоваться шансами работать с этим. Баку ждет вас, до встречи, мои дорогие, на связи. Субтитры создавал DimaTorzok